Корнел Касат по Дебальцево Фебюрий 21, 2015-11-59 Котел де-факто продолжает еще существовать, но осталось ему несколько дней По официальным данным ДНР в районе Дебальцево еще остаются в окружении до 500 человек, которые не смогли выйти полями северной трассы М-103 и не сдались в плен Организованное управление остатками окруженных войск фактически отсутствует Это именно что остатки разгромленных в котле частей На 21 февраля ВСН уже успели захватить в ходе ликвидации Дебальцевского котла более 250 единиц различной техники, танки, БМП, ТР, артиллерийские системы, грузовики и прочая техника Захвачены большие запасы боеприпасов и стрелкового оружия Причем эта цифра еще будет увеличиваться После подписания соглашения об отводе тяжелых вооружений, хунта фактически была вынуждена признать, что район Дебальцево принадлежит ДНР И таким образом, военные задним числом подкорректировали минские договоренности Вышедшие из окружения войска отведены в районе Артемовска на пополнение и отдых Одна из БТГ стоявших в районе Артемовска выдвинута к Светлодарску для укрепления новой линии фронта Еще одна группа придерживается в резерве на случай ударов со стороны попасной и красного пахаря Окончание боев за Дебальцево с одной стороны должно снизить общую интенсивность боевых действий Но обстрелы под Донецком и Мариуполем показывают, что перемирие будет идти по осенним образцам ДНР уже выступила с официальным предупреждением Хунте, что если текущая ситуация продолжится, то народные республики выйдут из Минских соглашений Соответственно, продолжение обстрелов после завершения Дебальцевской эпопеи будет означать, что Хунта стремится именно к этому сценарию Хунта при этом продолжает разрабатывать тему поставок оборонительного оружия ради мира Ожидая, что в краткосрочной перспективе США так и начнут поставки вооружений Шаги вроде запрета на аккредитацию почти всех крупных российских СМИ Прямые обвинения в адрес России и Суркова в причастности к расстрелу 20 февраля Разрабатываемый комплекс мер против российской агрессии Хорошо показывает, по какому пути хочет идти Хунта Уверен, что в ближайшее время мы увидим еще немало откровенно антироссийских акций Которые не имеют ничего общего с стремлением разрешить конфликт компромиссом Попутно, на Россию вновь начался санкционный накат Когда вкупе с введением уже давно обещанных санкций Сейчас мы слышим новые угрозы от ЕС и США Когда от России ожидаемо требуют в одностороннем порядке выполнять Минские соглашения От Хунты, разумеется, никто такого не требует Так как индульгенция от США Хунта уже давно имеет Основные санкционные угрозы будут направлены на банковскую и нефтегазовую отрасли США и ЕС в принципе проигнорировали проблемы Хунты с Дебальцево Потому что в рамках основной игры Значение Дебальцево несущественно Что и позволило ДНР и ЛНР безнаказанно добивать Дебальцевскую группировку Уже после Минских соглашений Но дальнейшие боевые действия на других участках Будут однозначно трактоваться Западом как вина РФ и народных республик Что повлечет за собой усиление санкционного давления В целом же, после окончания боев под Дебальцево Мы на неопределенное время получим осенний формат перемирия От того, какую интенсивность будут иметь обстрелы и бои и столкновения Будет зависеть и уровень международной напряженности вокруг гражданской войны на Украине П.С. Касательно вчерашних вбросов Про возможную в ближайшем будущем отставку Захарченко Никаких достоверных подтверждений пока нет В основном цитируют еще октябрьские слова Захарченко Когда он пытался подать в отставку Но она не была принята Хотя в обозримом будущем В военно-политическом руководстве ДНР весьма вероятны существенные кадровые перестановки Война на Украине ДНР Донецкая Народная Республика США Новороссия Санкции Украина Leave a comment read comments 316 Санкции Санкции Продолжение следует...